Пенсия у меня маленькая, но хорошая. Так шутят только неисправимые оптимисты. А если серьезно, проблема пенсионного обеспечения одна из самых важных и для власти, и для общества. В эфире программа «Диалог». Здравствуйте. Для граждан пенсия – это ключевой момент социального контракта, и любые перемены в этой сфере воспринимаются очень болезненно. Для властей это одно из важнейших социальных обязательств, исполнять которые в условиях демографического и экономического кризисов все труднее. На сегодняшний день в стране уже более 40 миллионов граждан пенсионного возраста. При этом доля трудоспособного населения продолжает сокращаться. Вот правительство и придумывает все новые способы, как выполнить пенсионные обязательства, если бюджет пенсионного фонда трещит по швам. Вот один из вариантов. Накопительную часть пенсии заморозить, а 244 миллиарда рублей из уже накопленных направить в антикризисный резерв федеральной казны. При этом власть уверяет граждан, что когда-нибудь вернет эти деньги с лихвой. Вернет ли государство позаимствованные у будущих пенсионеров накопления? Готовы ли наши граждане самостоятельно откладывать деньги на старость? Как будет рассчитываться пенсия по новой пенсионной формуле? О новой пенсионной реформе мы говорим сегодня с заведующим лабораторией бюджетного федерализма Гайдаровского института экономической политики Владимиром Назаровым. Владимир Станиславович, чем вызвано решение заморозить в 2014 году пенсионные накопления и передать их в бюджет страны? И вот к чему это приведет и насколько это, кстати, законно? Ну, официальная версия состоит в том, что негосударственные пенсионные фонды сейчас управляются крайне неэффективно. А неэффективно, во-первых, формы их собственности в виде некоммерческих организаций, что, соответственно, порождает конфликты интересов у них. Поэтому, в целом, это правильная идея, что негосударственные пенсионные фонды должны быть либо в форме акционерных обществ, либо, конечно, в лучшем форме траста. Но, к сожалению, у нас законодательство не позволяет это сделать. И плюс второй элемент, который наши власти собираются ввести, это систему страхования негосударственных пенсионных накоплений по типу АСВ, по типу страхования банковских накоплений. И вот власти говорят, что вот мы собираемся внедрить эти правильные на самом деле вещи, и поэтому, пока мы этого не сделали, все деньги пойдут в... все новые взносы пойдут в распределительную. Вот такая официальная точка зрения. Но мне она кажется очень странной. Странная она по нескольким причинам. Если мы не доверяем негосударственным пенсионным фондам, считая, что они какие-то не такие, то почему мы только новые взносы направляем туда, в распределительную систему? Почему мы доверяем им распоряжаться всеми уже созданными накоплениями, а не доверяем им только конкретные 240 миллиардов рублей, которые должны вновь пойти в систему? Это вопрос открытый. Второе непонимание у меня вызывает тот факт, что все-таки граждане делали выбор в пользу негосударственных пенсионных фондов, и в районе 35% наших граждан выбрали именно НПФ уже сейчас. И было принято решение о том, что именно выбором граждан будет обусловлено направление их 6% заработной платы либо в накопительную, либо в распределительную систему. И это оглашалось на уровне президента. Сейчас, по сути, на этот выбор, мягко говоря, наплевали, искали, что вот в течение года все пойдет все равно в распределительную, несмотря на то, что вот этот выбор гражданам предоставили. На мой взгляд, это крайне нелогично. Кто-то объясняет это попыткой заткнуть бюджетные дыры. На мой взгляд, это странноватая логика, потому что, как я повторяю, 60% у нас накоплений все равно это мучены, и они по-любому бы выбрали распределительную систему, и 60% этих денег так и так бы попало в бюджет. Но без вот этого неприятного осадка, что за граждан все решили, причем решили буквально за минуту, самым непредсказуемым образом, без предварительных обсуждений. Насколько я понимаю, это процедура временная, вводится она сроком на один год. Мало того, через один год все средства, которые были забраны из накопительной части, вернутся туда, да еще и будут продексированы величиной инфляции. Хочу отметить, что величина инфляции на сегодняшний день в районе 6% оценивается. Это во многом повторяет тот результат, который продемонстрировали управляющие компании в прошлом году. Управляя вот этими самыми накопительными деньгами. Так что люди, которые пройдут через эту процедуру, те часть людей, которые через эту процедуру пройдут, они особо ничего не потеряют. Ну, по крайней мере, если правительство выполнит свои обязательства. А вот выполнить ли оно, это вопрос вопросов. Государство в очередной раз продемонстрировало своим гражданам, что доверять ему не стоит. Так может откладывать на старость самостоятельно, не надеясь на пенсионный фонд. По данным соцопросов, только 13% граждан готовы самостоятельно накапливать деньги на старость. А 59% хотели бы откладывать, но не имеют такой возможности. И поэтому вынуждены жить сегодняшним днем. Остальные не задумывались над этим вопросом и по привычке полагаются на государство. В нынешней системе сколько раз на своем веку наши сбережения сгорали, и поэтому веры в это нет, к сожалению. Я вкладываю, я всегда думаю о старости, потому что в России не думать о старости невозможно, потому что мы живем в такой своеобразной стране, где только от человека зависит его пенсия. От зарплаты уже, кто как бы заботится о своей старости, у них уже как бы есть свои накопления, которые идут уже к ним в дальнейшем на пенсию. Я надеюсь, что мне не придется копить на старости. Копить заранее не получается. Во-первых, заработные платы очень маленькие. Успеваем только платить за коммуналку. А чтобы копить на старость, я не знаю, если только молодежь, какие заработные платы большие, если получают, то возможно. Но люди 35-40 лет, все равно заработные платы у всех в основном маленькие. Я не знаю, не получится. У меня пока не получается, мало зарабатываю. Пока мне хватает только от зарплаты до зарплаты или чуть-чуть еще. Ну, что-то там купить. Ограниченные финансовые средства не хватает для того, чтобы еще и откладывать на старости. Несомненно, сегодняшняя ситуация в стране доказывает, что откладывать на пенсию самостоятельно, не участвуя в пенсионной системе, нужно. Потому что даже, несмотря на постоянное увеличение пенсии, какие-то индексации, этих денег на достойное проживание в старости не хватает. Хватает денег тем, кто идет по каким-то корпоративным программам, типа Газпром, нефтяники, энергетики, где предприятия пенсионерам своим доплачивают, выплачивают солидную какую-то пенсию. А все остальные оказываются, что называется, на грани прожиточного минимума или даже за грани. Поэтому откладывать, если такая возможность есть, самостоятельно инвестировать, вкладывать эти средства в банки или в какие-то негосударственные фонды, в ценные бумаги нужно. Но единственное, что нужно, подходить с очень серьезной ответственностью к подобным инвестициям. Владимир Станиславович, начиная с 2015 года начнет действовать новая формула пенсионная. В чем ее суть? Основное изменение это то, что пенсия будет измеряться в так называемых баллах, которые будут начисляться за уплату страховых взносов. То есть в этом плане она поддерживает преемственность по отношению с нынешней пенсионной формулой. Но основное отличие это в том, что за более поздний выход на пенсию будут начисляться дополнительные баллы. То есть будет стимулироваться добровольный более поздний выход на пенсию. Что это значит? Это значит, что если, допустим, вы, мужчина, вы должны были выйти в 60 лет, но вы отложили выход на пенсию, допустим, на 5 лет начали получать пенсию в 65 лет, то вы будете получать все ваши накопленные взносы, все ваши баллы, которые вам начислили, они будут умножены на некоторый коэффициент. В частности, в случае 5 лет на 1,5. Это значит, что у вас при прочих равных условиях будет пенсия в 1,5 раза больше, чем у того, кто начал получать пенсию в 60 лет. Это касается только тех, кто начнет выходить на пенсию именно с января 2015 года. Да, это касается только тех, которые будут выходить на пенсию с января 2015 года. Тех, кто уже сейчас на пенсии, все эти меры не коснутся. Их пенсии продолжат индексироваться в соответствии с определенными правилами. Эти правила чуть-чуть поменяются. Так, например, фиксированный базовый размер пенсии, он будет индексироваться по инфляции. Тогда как остальная часть страховой пенсии будет индексироваться по сути дела, по нынешним правилам, по доходам пенсионного фонда, деленным на количество пенсионеров. Ну, чтобы было понятно, это чуть-чуть повыше инфляции и чуть-чуть пониже, чем темп рост заработной платы. Где-то между этими двумя показателями эта индексация продолжится. То есть обычные граждане не заметят этой разницы. Как решить гражданину оставаться в накопительной системе? Вы говорили, 35% уже накапливают себе средства. Оставаться в накопительной системе, перейти в полностью систему обычную страховую и вообще самостоятельно накапливать себе на старость? Ну, вот я сторонник последнего варианта, потому что, учитывая то, что наше государство принимает 5 решений на день по накопительной компоненте, никаких гарантий, конечно, нет. Потому что, как мы видели, в течение года власть оглашала в лице самых высокопоставленных чиновников, оглашала целое решение по свертыванию накопительной компоненты целиком и перевода ее в добровольный формат. Дальше сказали нет, будет 4% останется в накопительной, 2% пойдет в распределительную. Потом сказали нет, 6% будет в накопительной для тех, кто ее выберет, и 2% в распределительной для тех, кто ее не выберет. Потом сказали нет, будет 6-0. Соответственно, 6% кто выберет, 0% для тех, кто не выберет. Когда, понимаете, идут одно решение за другим, постоянно таким потоком в течение года, это, конечно, подрывает полностью доверие к этой системе. Я бы советовал все-таки гражданам на накопительную систему пока не ориентироваться, пока еще нет гарантии по этой системе, нет должного надзора за негосударственными пенсионными фондами. Поэтому пока я бы воздержался от советов в любом случае предпочитать эту систему. С 2014 годом все понятно. Накопительные все средства переведут в бюджет. Но вот человеку, начиная с 2015 года, все-таки стоит ли ему накопительной системе оставаться? Или вообще игра не стоит свечи? Ну, я бы на самом деле подождал просто, потому что пока не сформированы правила игры, пока государство за всех нас решило, что оно все заберет в распределительную систему, и оно это сделает вне зависимости от нашей воли. А в 2015 и далее надо посмотреть, как прошло, соответственно, акционирование этих НПФов, во что они теперь вкладывают эти накопления, как это дело регулируется, заработала ли система страхования. И вот когда все это будет более-менее понятно, принять рациональный выбор насчет того, куда стоит с этим иметь дело или нет. Многие экономисты утверждают, что повышение пенсионного возраста нам не избежать. Какие планы на это имеет правительство? Ну, по-моему, правительство пока делает вид, что ничего не происходит. То есть такая немножко старусиная политика, отчасти пенсионная формула, вот новая пенсионная формула, если она заработает действительно, она смягчит эту проблему. То есть она позволит начать повышать пенсионный возраст на 5, а то и 10 лет позже. Если вы вводите программу добровольного стимулирования более позднего выхода на пенсию, то обязательное повышение пенсионного возраста вы можете начать немножко позже. Вот по нашим расчетам, если пенсионная формула сработает, то это позволит, соответственно, отложить повышение обязательного пенсионного возраста на начало 20-х годов. Но, тем не менее, сказать об этом людям уже сейчас абсолютно необходимо, потому что вот кажется, что 20-е годы так далеко, а ведь всего-навсего это один электоральный цикл пройдет и все. Дальше выяснится, что в 2018 году выборы прошли, а мы снова не готовы повышать пенсионный возраст, потому что гражданам никто об этом не говорил, а наоборот говорили обратное, что пенсионный возраст никто не будет никогда трогать. Поэтому мне кажется, что эту священную корову надо все-таки тронуть и честно сказать гражданам, что в начале 20-х годов это мероприятие неизбежно наступит. Наша власть никак не может решиться на такую непопулярную меру, как повышение пенсионного возраста. И понятно почему. В тех европейских странах, где также, как и у нас, увеличивается количество пенсионеров, такие решения воспринимались народом крайне негативно. С митингами, акциями протеста. По данному Левада-центра, 85% наших сограждан против повышения пенсионного возраста. И только 15% считают эту меру необходимой и оправданной. После 50% многим уже отказывают в работе по причине их возраста. Молодежь тоже с трудом устраивается на работу по специальности. И поэтому увеличение пенсионного возраста, на мой взгляд, не достигнет той цели, которую ставит правительство. Считаю, его, наоборот, надо уменьшить. Потому что смертность в нашем населении стала очень в раннем возрасте. То, что люди сейчас делают накопление пенсионное, они не доживут до этого момента. Увеличить пенсионный возраст сейчас в данный момент нельзя, потому что люди, видно, или медицина не так работает, или что-то. Все-таки у нас средняя продолжительность жизни пока не увеличена. Вот если будет увеличена средняя продолжительность жизни, тогда, я думаю, может быть, потихоньку можно увеличивать и средний возраст пенсионного. Не так, как в Германии или в других каких-то развитых странах. Если увеличить его, то человек будет выходить на пенсию и в скором времени умирать, так как продолжительность жизни в России достаточно низкая. Работать до 55 лет можно, конечно, но уже тяжеловато. Но, в принципе, в основном люди работают после ухода на пенсию. Но увеличивать пенсионный возраст, я думаю, не стоит. Но увеличивать, я считаю, не нужно. Тот, кто, в принципе, чувствует в себе силы работать, он и будет работать еще. Уже столько вариантов пенсионной реформы было, и повышение пенсионного возраста – это один из шагов, который, по мнению правительства, позволит увеличить объем денег, который будет находиться в пенсионном фонде. Так это или нет, конечно, экономисты могут очень долго спорить, на самом деле покажет практика. Мне кажется, что пенсионная реформа, как таковая, вообще, по сути, зашла в Россию в тупик, и нужны какие-то иные кардинально принципиальные шаги. На сайте Минтруда можно, собственно, прочитать свою пенсию. Даже тем, кому сейчас 30 лет, чуть больше. Насколько это реально действительно, поскольку все время меняются правила игры, и стоит ли сейчас тем, кому 30-40 лет вообще задумываться о том, какая у нас будет система пенсионная? Ну, смотрите, на самом деле сказка ложда, в ней намек, добрым голосом урок. То есть, в общем-то, то, что размещено на сайте пенсионного фонда, некоторым образом все-таки иллюстрирует работу той же пенсионной формулы, и говорит о том, что если человек будет откладывать возраст выхода на пенсию, его пенсия будет увеличиваться. Но, тем не менее, для людей именно 30-летнего возраста и младше, я бы все-таки советовал больше полагаться на собственные силы, на собственное образование, здоровье, следить за своим здоровьем, поддерживать крепкие отношения в семьях, рожать одного лучше двух детей, вкладываться в образование этих детей, потому что, в общем-то, именно это и будет их пенсией, по сути дела. Потому что рассчитывать на государственную пенсию, и не придет, это будет и невозможно, и не нужно к середине века, по сути дела. Менее чем за 10 лет государство в третий раз берется за реформирование пенсионной системы. Но в этой сфере правила должны устанавливаться надолго, хотя бы на период трудовой деятельности. Очередные нововведения только запутывают ситуацию. Между тем число пенсионеров в стране растет, а число работающих сокращается. К 2028 году они сравняются, и тогда пенсии вообще не из чего будет платить. Экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагает активнее использовать нефтегазовую ренту и доходы от госсобственности. Постепенно повышать пенсионный возраст, развивать накопительную систему пенсии. Только так мы сможем через 15 лет выйти к сбалансированной пенсионной системе. Шансов, что его услышат, практически нет. Плодами нефтегазовой ренты пользуются чиновники, досиловые ведомства. С какой стати они отдадут ее на страховые пенсии? Граждане активно выступают против повышения пенсионного возраста. И правильно, если это будет делать действующая власть, то сделают только хуже, потому что нет ей веры. Вы скажете, куда же еще хуже? А хуже это, когда и пенсионный возраст придется повысить. И при этом средств на выплату пенсии все равно не будет хватать. На этом все. До новых встреч в программе «Диалог». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok